Лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александр Невский, член Организационного комитета по подготовке к проведению мероприятий, приуроченных к 100-летней годовщине начала Первой мировой войны, член Союза писателей Беларуси. Эти регалии далеко не полный список званий Вячеслава Бондаренко. Берестейцам он известен как ведущий проекта телеканала ОНТ «Открытый формат». Однако в Брестский университет Вячеслав Васильевич приехал в совершенно другом амплуа. Автор-историк представил в городе над Богом свою новую книгу, которая чуть меньше недели как отпечатана в типографии. Берестейцы увидели это издание первыми. Это книга о русских генералах, уроженцах нашей земли, родившихся в Беларусской губернии, которые воевали на Первой мировой войне. В том числе воевали, конечно, и на Брестской земле. Я надеюсь, что эта книга вам понравится, что она будет пользоваться спросом и в книжных магазинах, и в библиотеках. Особый интерес к Первой мировой войне воплотился в творчестве Вячеслава Бондаренко несколькими интересными книгами. В них автор рассказывает о рядовых солдатах на фронте, о трагедиях и судьбах участников кровопролитных сражений. Новая книга повествует и о знаковых личностях тех лет. Интересная подача материала возвращает читателя к истории своего государства. Вячеслав Васильевич многогранен, а потому литература не единственное его увлечение. Я просто занимаюсь тем, что мне интересно на данный момент. И, условно говоря, когда я переключаюсь на что-то другое, я просто отдыхаю от того, чем занимался до этого. Вопросов к Вячеславу Бондаренко было много. Студентов-пушкинцев интересовали увлечение талантливого человека, его жизненные цели и главные достижения, ближайшие планы. В конце встречи Вячеслав Бондаренко пообещал, что еще посетит город над Богом. Возможно, уже с новой книгой или сборником.